Здравствуйте! Меня зовут Ангелина Хитарянко и мы продолжаем серию видео дневников про город Ясный. В этом выпуске поговорим о сердце города, о комбинате Оренбургские минералы. Киимбаевский горнообогатительный комбинат Оренбургские минералы – градообразующее предприятие Ясного. Как мы уже говорили в прошлых выпусках, в Оренбургских минералах добывает и обогащает хрисатил треть жителей города. Сплоченная работа коллектива и постоянное стремление к совершенству привело к тому, что комбинат стал мировым лидером в своей отрасли. Прямо сейчас мы едем в самый центр карьера, он глубиной 225 метров и все основные работы по добыванию этого минерала здесь производятся. Этот автомобиль называется «Терекс». В него помещается целая 91 тонна. Вы сколько лет уже работаете? 19 лет. Слушайте, а вот что самое тяжелое в такой работе? Быть внимательным. А за одну смену вы сколько перевозите в маст горный? В тоннаже? Ну, две-три тысячи. О чудо-минерале хрисатиле сложены легенды. Он мягкий и не горит, его волокно пушится, как лен. Давным-давно уральские мастера выткали скатерть из волокон хрисатила и подарили Петру Первому. Подарок велели поджечь и оказалось, эта чудесная скатерть не горит. Именно после этого царь приказал искать хрисатил в уральской земле и использовать его на благо Отечества. Вообще, добыча хрисатила очень зрелищный процесс. Сам минерал находится глубоко в недрах земли, и чтобы его добыть, на карьере взрывают горную массу, которую после отправляют на фабрику. Фабрика Фабрика — это важная часть комбината. Именно здесь тысячи людей ежедневно обогащают труду и заботятся о качестве продукции. Вся работа на комбинате автоматизирована. С ростом объемов производства необходимо было увеличить производительность. Для этого в эксплуатацию ввели массу нового оборудования. Ежегодно оренбургские минералы тратят на развитие промышленных площадок более 500 миллионов рублей, чтобы качество и объемы не снижались. А это 25% мировой добычи, десятки стран экспорта и 500 тысяч тонн готовой продукции. Прямо сейчас мы находимся в цеху готовой продукции. За этими палетами стоит работа более чем двух тысяч человек. Все они работают на предприятии «Оренбургские минералы». Как долго вы уже работаете на предприятии? Я работаю с 1985 года. Что самое сложное и важное сейчас в той работе, которой вы занимаетесь? Важное. Начну со второго. Важное все. Мелочей не бывает. Сложное. Ну, я бы не сказал, что это сложно, это интересно. Все интересно. А когда возникают какие-то трудности и сложности, они преодолеваются. Преодолеваются. Все преодолевается. Вы уже 33 года работаете. Кем вы начинали? Какой путь вы прошли? Ну, начинал я в свое время помощника, машиниста электровоза. Потом машинист электровоза. То есть все-таки всегда это было что-то связанное с локацией, да, вот как вы объяснили, логистикой. Железные дороги. У вас эта работа на предприятии, это что-то семейное? У вас кто-то еще в семье трудится? На железной дороге. В «Оренбургских минералах». Работали, да. Отец и мать. То есть это уже получается с поколения в поколение. Да. А за что вы любите Ясный? Как вам сказать, здесь все здорово. И вот вы видели, наверное, на нашей трассе стоит стелла, где написано Ясный – это круто. Я поддерживаю полностью. Маленький город, небольшой, чистый, уютный. Здесь действительно интересно жить и работать. В следующий раз мы посетим производство и узнаем о нем немного больше. И познакомимся с новыми людьми, которые работают на «Оренбургских минералах». Еще интереснее будет в новом выпуске. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok